С начала пандемии в России появились сотни новых схем мошенничества, начиная от фиктивной продажи индивидуальных средств защиты, заканчивая махинациями в интернете. И не сказать, что схемы эти отличаются особой хитростью, но люди на них попадаются. Сегодня разговор пойдет о новых видах мошенничества и о том, как не попасться на их удочку. У меня в гостях прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук. Кирилл Николаевич, здравствуйте. Ну и расскажите, какие виды мошенничества появились за последние, ну пусть полгода, именно за этот период пандемии? Ну, на самом деле, виды мошенничества, они, скажем так, уже длительное время остаются, скажем так, стабильными. Да, то есть способы совершения мошенничества меняются, только всякие варианты добавляются. То есть мошенники проявляют большую изобретательность, вместе с тем продолжают существовать и те виды, которые существовали у нас там и 5, и 10 лет назад. И люди по-прежнему на них, скажем так, попадаются. Прежде всего, мы делим мошенничества на, скажем так, условные два вида. Это контактные и бесконтактные. То есть контактные – это когда мошенник непосредственно находится в контакте с гражданином, с потерпевшим нашим будущим, да, которые либо они непосредственно какой-то диалог ведут по телефону, либо вживую. И второй вариант – это когда мошенники получают доступ к денежным средствам гражданина, фактически исключая какое-то личное общение путем размещения всевозможных объявлений в сети интернет, получения доступа к данным банковских карт, либо к личным кабинетам, которые у нас в онлайн кабинетах этих находятся. Но все-таки какие схемы сейчас самые распространенные? В последнее время появились схемы, скажем так, более изощренные, способ, скажем, простой, то есть конечный итог – это получить доступ к личным данным гражданина, но есть некоторые варианты. Например, один из последних случаев, когда звонит мошенник, представляется сотрудником банка, сообщает человеку о том, что в отношении денежных средств, которые находятся у него на счетах, осуществлена попытка их снятия неправомерная, и в связи с тем, чтобы обезопасить эти денежные средства, гражданину необходимо их перевести на счет, который предоставляет банк. Но при этом сообщает о том, что этот счет предусмотрен для кредитов, то есть человеку не предлагается оформить кредит, но сообщается о том, что эти денежные средства вам сразу же вернутся, то есть никакого кредита вы фактически выплачивать не будете. Человек, соглашаясь на все это, продолжает общаться с мошенником в режиме онлайн, тот получает доступ к его картам, оформляет на него кредит, и, соответственно, хитит денежные средства и те, которые были на счетах у гражданина, и плюс еще сумму кредит. Ведутся? Люди, да, попадаются на такие удочки, причем люди достаточно, скажем так, зрелого возраста, то есть непреклонного, то есть люди, которые активная часть населения, которые, скажем так, активно используют все эти интернет-технологии, такие как онлайн-банкинг, смартфонами пользуются, в интернете размещают объявления свои о продаже каких-либо предметов, либо покупают что-то. То есть не изжили себя по-прежнему так называемые фейковые сайты. То есть есть сайты, которые предоставляют какие-либо услуги в виде товаров по заниженным ценам, мы это часто видим, да, многие, большинство, наверное, кто открывает телефон, вернее свои смартфоны, да, либо компьютеры, планшеты, всегда в заставке порой появляется какой-то там телефон, да, мы видим там последние модели, но который стоит там, не знаю, 5 тысяч рублей. То есть реально мы понимаем, что не может товар качественный и, значит, от этого бренда столько стоить, но многие на это, как вы говорите, ведутся и денежные средства свои отправляют в ответ. Кто-то получает там, не знаю, там кусок мыла по интернету к нему приходит, кто-то получает действительно телефон, но который, начинка которого полностью не соответствует тем характеристикам, которые заявлены изначально. То есть происходит обман людей. Кроме того, есть такой вид мошенничества, когда люди, размещая объявления о продаже каких-либо бытовых предметов, да, там товаров, ими кто-то занимается через интернет, становятся жертвами по следующей схеме, то есть поступает звонок от мошенника, который готов приобрести этот предмет. Он сообщает о том, что вот он перевел денежные средства, но гражданин говорит, мне ничего не поступало. Тот представляет скриншоты, то есть в ходе этой беседы, так или иначе, он, мошенник, получает доступ к личным данным, данным карты банковской, да, либо данным личного кабинета в банке, и, соответственно, уже после этого происходит хищение денежных средств. Был у нас мошенник, который стоял, на что надо тоже внимание обращать. Вот у нас часто мы видим, да, когда пожилые люди приходят в Сбербанк, чтобы не стоять в очередь, они подходят к терминалам, которые отдельно, скажем так, в отдельную зону выделены, и там ходит, как правило, там девушка приятная, либо молодой человек, там, в белой рубашечке, которая к вам подходит и предлагает свои услуги, чтобы помочь совершить платеж. И пожилые люди зачастую этим пользуются, потому что, ну, понятно, тяжело им перестроиться, и многие не знают действительно схему работы этих технологий. И вот появился такой мошенник, который подходил, значит, представлялся сотрудником банка, пожилым гражданкам, и, значит, брал их карту, и получал пароль на, значит, доступ в личный кабинет. И уже дома потом спокойно сидел и снимал денежные средства с их счета. Какие-то суммы по-крупному работают или по-мелочи? То есть, как правило, скажем так, ну, может, слово не очень красиво, выгребают все до копейки у людей. То есть, если мошенник получил доступ к вашему счету, он забирает все, что там есть. Люди пожилого возраста у нас, вот есть несколько уголовных дел таких, попадают на суммы там и в миллионах, которые исчисляются. То есть, люди копили там всю жизнь, да. Ну, у мошенников, понятно, у них там никаких чувствами особой совести или еще чего-то не обременены. То есть, им все равно, где эти деньги взять, лишь бы эти деньги получить. Ну вот, кто эти люди в основном, мошенники? Из тех, кто попадает в поле зрения правоохранительных органов, и кто у нас осужден за совершение данных преступлений, в основном, это, скажем так, процентов 60-70, это лица, которые в настоящее время отбывают наказание в тех или иных учреждениях уголовной исполнительной системы. Есть просто люди, которые получают, скажем так, доступ к таким схемам, которые они узнают зачастую даже и из интернета, да, о схемах мошенничества и начинают просто их применять. Как вы считаете, вот нынешняя ситуация в России, да и в мире вообще, вот рост безработицы, кризис, мог ли он повлиять как-то на увеличение количества вот таких людей, которые... Ну, естественно, я не скажу, что прямо, ну, там, очень сильно возросло. У нас прирост этих преступлений мы отмечаем уже в течение последних, наверное, двух-трех лет, и он достаточно стабильный и высокий. То есть у нас по России в прошлом году ростом порядка, почти под 100% совершения данной категории преступлений с использованием, мы их называем, информационно-телекоммуникационных технологий. Ну вот, что касается онлайн-махинаций, они сейчас набирают обороты, как вы сказали. Насколько вообще реально найти вот этих мошенников в этом интернет-пространстве? Да, поиск действительно затруднен, связано это с тем, что большинство ресурсов, с которых они работают, они расположены за границей. То есть, соответственно, это являются очень большие и технические моменты. У нас наши оперативные службы, устанавливая, скажем, адреса, с которых были направлены какие-то сообщения, либо там электронные почты, начинают отрабатывать это все. И по итогу приходим к тому, что провайдеры находятся за границей. То есть, чтобы получить доступ конкретно к данным лица, который это совершил, необходимо получить его данные у либо провайдера, либо у того лица, кто является владельцем той или иной электронной почты, либо каких-то IP-телефоний. И вот с этим связаны определенные, конечно, трудности. Но данный вид, он, скажем так, более затратный. Фактически все, как правило, большинство тех звонков, которые осуществляются непосредственно с использованием телефонов, каких-то там сим-карт, ну, как правило, эти преступления раскрываются. Часто ли вообще люди обращаются в правоохранительные органы или, как правило, так, на самотек пускают ситуацию? Преступления такие у нас в городе совершаются каждый день. И, ну, достаточно, то есть, основная масса преступлений, которые совершаются. Сейчас мы очень редко встречаем, скажем так, квартирные кражи. То есть, какие-то там нападения на улицах, они есть, но если сравнивать общую массу с этими преступлениями, то есть, я уже говорил, мы их рост отмечаем очень значительный и достаточно сильный прирост этих преступлений. То есть, мошенникам проще, что ему выходить на улицу, да, там кого-то там можно и, как говорится, и получить в ответ. Не выходя из дома можно это сделать. А можно не выходя из дома и в другом городе, и все далеко, и все спокойно, и все хорошо. Что делать, если все-таки человек вот стал жертвой мошенник? Естественно, нужно обратиться в полицию. То есть, хотя бы для того, чтобы вот это вот органы правоохранительные обратили внимание на то, что там какой-то сайт, да, либо какой-то там номер телефона, в любом случае будут проводиться проверочные мероприятия. Прекрасно мы все понимаем, что когда деньги у нас уходят, а зачастую они уходят на какие-то там киви-кошельки, либо номера телефонов, которые тут же отключаются, и с них выводятся эти денежные средства, опять же, через интернет. Интернет, да, польза большая, да, мы уже жизни без него не представляем, но мы видим, что и для мошенников это очень-очень активный способ зарабатывания денег. А какие вы можете дать советы, чтобы все-таки не попадаться на удочку мошенников? Наиболее вот часто сейчас последний этот у нас способ, это когда представляются сотрудниками банка, да. Мы, скажем так, проводим работу с отделениями банков, чтобы они при выдаче карт разъясняли гражданам основы, элементарные основы безопасности, которые есть, да, что никому нельзя сообщать и номер своей карты, и коды, которые находятся на обратной стороне карты. Потому что зачастую люди отмечают, что начинают с мошенниками, когда разговаривают по телефону. Мошенника задача какая? То есть вывести человека из состояния психологического равновесия, да. То есть прежде всего ему сообщается какая-то отрицательная информация о том, что там ваш родственник попал в беду, там ваши деньги хотели украсть. И у человека, скажем так, он выводится из равновесия, да, тем более он, ну, сидел там, занимался домашними делами, да, ничего там, либо на работе работает сидит. И тут и все. И он с трудом начинает понимать, но себя, как бы, все равно надо к этому готовить. Потому что и полиция разъясняет, и памятки раздает. Мы регулярно выступаем с разъяснениями. Но вместе с тем еще, видимо, все-таки не до всех мы достучались. То есть прежде всего, если вам поступил звонок и представили с сотрудниками банка, нужно данное общение прекратить и самому перезвонить оператору банка, который есть на каждой карте, указан в каждом банке, есть свой телефон горячей линии, который готов перезвонить, уточнить, что был ли мне звонок, не был ли мне звонок. Значит, многие, значит, сейчас пользуются еще вот новый вид такой. У меня моя мама чуть не попала. Значит, на такое, вот буквально на прошлой неделе позвонили, сообщили, представили с сотрудниками телефонной компании, у нас сотового оператора. И сказали, что вот имеется переплата по счету. Значит, ну, соответственно, следующий разговор был бы уже там о предоставке данной карты, куда вам эту переплату вернуть. Мы вам вернем. Да, ну, слава богу, беседы тоже провожу разъяснительные, несмотря на возраст. Она, значит, отказалась от дальнейшего разговора, сказала, что сын там всем занимается, в том числе и номером моего телефона. Кирилл Николаевич, спасибо вам большое. А я напомню, у меня в гостях был прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук. Будьте бдительны. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!